Привет, друзья! Сегодня я направляюсь, наконец-то, в Костка. Давно там не была. Поехали, посмотрим, что сможем купить сегодня. Вон Костка. Школу деткам. Сегодня нужна паста 13.99 кресет. Сейчас посмотрим, может быть, колгей будет подешевле. А ну-ка, мы проверим, потому что мне нужна паста. Колгей обычно, в принципе, дешевле, но здесь, может, у другого ничего и нет. Кресет комплит. 12.49. Этот дешевле. По 135 миллилитров. Что-то я не понимаю. Так, а что здесь у нас еще есть? Восинциденты дешевле. Дорогая. О, колгей тотал ту спаст по 130. Сколько их тут штук? Мать моя родная, тут 6 штук. Ну, вы сами понимаете, что я беру именно это. А это мы выкладываем. Вот. Даже в Костка нужно внимательно смотреть. Не всегда хороший дел. Хороший дел для вас. Огурчики. У меня как раз еще и гости приходят. Так что, будут огурчики. И, кстати, я взяла еще майонез. Мне нужен. Тоже буду готовить для гостей. Так что, корзиночка наша пополняется всякими вкусняшеньками. Вот такой вкуснейший, оригинальный антипастеин ойл. Вот и грибочки, и оливки, и артишоки, и вяленые помидорки. Стоит эта прелесть 8,99. Это прикольно так, если для гостей брать всего по чуть-чуть сразу из одной банки. Но я не буду брать. По крайней мере, не сегодня. Интересный готовый гравий. Подлива говяжья. Гравий. Ну, вы понимаете, что здесь говядина даже в списке вообще никак нет. Ужасные ингредиенты. Вот он настроиться не может. Брать не буду. Буду делать сама подлива. Потому что на Thanksgiving стол обязательно должна быть. Она у нас будет. Вот популярная вегета, которую никто не берет. Поэтому буду делать сама, как и всегда, соус из того, что будет в духовке мясо делаться. Из него будет основа для соуса. Возьму кости-тай kitchen sweet red chili sauce из-под глубже. Он любит так к мясу, к чему-то, чтобы иногда что-то было острое. А то только табаско есть уже заканчивается. Так что, берем еще и это. Так, крекеры закончились уже давно. Деткам иногда в школу, иногда что-то пожевать. Даже гостям можно красиво подавать крекеры с чем-то. Ну, например, я не знаю, с селмоном, да, с красной рыбкой. Или с какой-нибудь красной икоркой. Или просто с оливочками какой-то такой микс. Очень интересно будет. У нас уже давно закончился мед. О, Костя просил. Мед. Так, взяла яйца 30 штук. За 5,99. Тут же беру рядом почему-то измятый весь кофе. Почему он измятый? Там не нужно кофе искать кофе. 10,99 или что-то. А, вот-вот у них вот у меня есть кофе. Вот ровная банка, непонятая. Да, 475 грамм. Боже, так я помню, когда я приехала, я удивлялась размером этого кофе. в этой банке. Кофе еще беру. Мы ничего не взяли, здесь уже целую кучу набрали на тучу денег. Так, это все просто черный кофе, который в зернах. Мне нужно еще взять детям жидкие йогурты в конце есть. Все-таки для них беру. Но так, не каждый раз. Они у меня были почти полмесяца без этих йогуртов. Они стоят 9,89. Берем йогурты. Мы идем дальше. Как всегда колбаска. Колбаска. Килограмм за 8 долларов. Деткам в школу. Тоже идет сюда. Вот, заходи, залазь, залазь, залазь. Хочешь? Придется. Или все-таки не можешь? Так, нельзя. Так, всякие что-то есть вкусняшки. Но что-то я ничего не хочу брать. Все могу сделать сама. Что-то не хочет настраиваться. Саур, крем, сметана. Берем. Так, сейчас у них сэлмон по скидке на 4 доллара. Я хочу себе взять сэлмон. Ох, возьмем сэлмон. Давно не ели. По скидочке можно взять. Помню, когда мы приехали он стоил 14 долларов. Была скидка, когда он стоил по 10 долларов. Так я вечно набирала. Сейчас уже все. Времена эти ушли. Ну, так иногда можно баловаться. Давно не было зеленых бинц. У меня и Костя, и ДО с Габи. То есть, Габи с Костей просто обожают. Поэтому обязательно беру упаковочку. Боже, как хрустит все. Берем упаковочку. Беру мягко для костей. Оно уже сразу с подливой прикладывается в этом пакете. Еще я взяла свой любимый лейер. Я не показала. Я люблю, обожаю просто этот салат. Решила сегодня его взять. У меня там кое-какое радостное событие сегодня в жизни. Поэтому я решила отпраздновать сама для себя этот лейер. Почему сама для себя? Потому что кроме меня больше никто это не любит. Стоит 11 баксов. Так, ребята, тут дурдом. Я даже не устраиваю. Тут были по скидке. Потому что скоро заканчивается срок. Такой вот сладкий корм для детей. Для костей взяла вот этот салат. Семер суперфуд. Грибочки. Банана бред. Булочки для детей. Взяла мясо, фарш и вырезку. Взяла крылочку нам на ужин сегодня. Взяла крендерис. Тоже на стол. И взяла вот еще такой салат. Какой-то эжья новый. Недорогой. Попробуем. Ну, вроде до этого все показывала. Дурдом. Сегодня здесь просто творится дурдом. Полки разбирают. Все грибут. Ну, потому что, во-первых, пятница. Во-вторых, перед праздником. Так что все на кучу. Так. Начкоска закончился у нас сегодня покупкой на 300 долларов. Почему оказалось 300? Потому что, во-первых, оказывается, у меня закончился мембершип, который нужно было оформлять. Это 60 долларов. Ну, плюс налоги, считайте. Наверное, 70, а то и 75. Там не 60, а 65. Короче, в общем, смысл в том, да. Короче, 70 долларов только лишь мембершип. Плюс я взяла, ну, немножечко взяла вот эти экстра. Взяла свои семь лейерс. Вот этот вот салат, который я люблю. Взяла нам курочку на ужин. Взяла кофе, закончилась зубная паста. И это вещи, которые не входят обычно в ежепостоянные покупки. Ежепостоянные, новое слово. В общем, короче, сейчас я стою на заправке Косковской. Начал покрапывать такой дождик, моросить. Хотя на улице достаточно тепло. Бензин в Коско сегодня стоит 102.9, что является на порядок дешевле, чем на остальных заправках. Бензин у нас подорожал в конце лета и очень-очень-очень медленно падает обратно. Цена, то есть, в среднем где-то вам стоит сто сто шесть, сто восемь, вот так вот. Но когда я говорю сто шесть, сто восемь, это имеется ввиду доллар и восемь копеек, да? То есть, примерно так надо это понимать. Сейчас за литр. Ну вот, а в Коско сто два и девять, что является, в общем-то, самой дешевой ценой по Great Toronto Area. Так что, ребята, это были сегодняшние покупочки. Надеюсь, что-то для себя вы взяли свеженькое, новенькое. Увидели, чем мы питаться будем на наш праздник Thanksgiving, когда к нам приходят гости. О празднике я рассказывала уже в этом очень много. У меня есть видео, я поставлю вам ссылочки в конце этого видео. Так что смотрите, заходите, что обычно я готовлю и что будет нового и свежего. Вы уже поняли из моих покупок на этот год. Но много свежего не будет, потому что обычно все у меня то же самое. Но одним словом. В общем, ребята, спасибо, что были со мной. Подписывайтесь. Кстати, отвечайте на вопросы опросника, который я присоединила к этому видео. Подписывайтесь и лайкайте мою группу в Facebook. И оставляйте ваши комментарии, что вы готовите на Thanksgiving или на какой-то семейный праздник, который вы проводите дома. Какой у вас классический набор салатов, например, или горячих блюд. Будет очень интересно почитать. Спасибо вам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok